Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня, вторник, 6 сентября, и мы с вами прочитаем отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, пятую главу с 15 по 21 стих. Вот как звучит этот отрывок в новом русском переводе российского библейского общества, которое мы с вами договорились использовать в новом учебном году, начиная с 1 сентября. Итак, второе к Коринфянам, пятая глава с 15 по 21 стих. Он умер ради всех, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто за них умер и был воскрешен. Следовательно, отныне мы уже никого не можем мерить человеческими мерками. Если раньше мы и Христа меряли такими мерками, то больше этого не делаем. Итак, кто соединен с Христом, тот новое творение. Старое прошло, и вот настало новое. А это все от Бога, который через Христа примирил нас с собой и дал нам задачу примирять других. Я имею в виду, что Бог через Христа примирил с собой весь мир, не вменяя им большую вину их преступлений, поручил нам нести весть о примирении. Следовательно, мы полномочные представители Христа, и в нашем лице сам Бог обращается к людям. Мы умоляем от имени Христа. «Примиритесь с Богом. Того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом, чтобы сделать нас в единении с Христом божественной праведностью». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами ознакомиться вторым посланием апостола Павла Коринфянам. Здесь мы действительно сталкиваемся с очень интересными богословскими рассуждениями. Во втором послании к Коринфянам их не так много, даже как в первом послании, тем более не так много, как в посланиях к кремлянам и к галатам. Но вот здесь мы видим как раз рассуждение о самой сути, о самом ядре христианского вероучения, о спасении и примирении через Христа. Итак, еще раз начнем читать, и будем, как всегда, отмечать особенности нового перевода по отношению к синодальному, которые иногда нам открывают определенные темы для размышления. 15 стих 5 главы. Он умер ради всех, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто за них умер и был воскрешен. Да, очень важное положение, что Христос умер ради всех, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто за них умер и был воскрешен. А как понять? Предыдущий стих гласит о том, что все умерли. Все во Христе в момент крещения призваны умереть для своего эго, для своей гордыни и воскреснуть вместе со Христом, чтобы жить, как написано, для того, кто за них умер и был воскрешен. Смысл христианства, смерти и воскресения вместе со Христом. И заметьте, кстати, был воскрешен, здесь переведено, и здесь совершенно верно стоит именно такая форма. В данном случае новый перевод в точности следует оригиналу, потому что везде, где стоит Христос воскрес, на самом деле стоит страдательный залог, Христос воскрешен. А кем воскрешен? Воскрешен Богом. Вот это типичная форма для всех посланий апостола Павла. Ну, здесь не о каком-то умолении Христа, а о том, что Христос был воскрешен Богом Отцом, то есть Божество было, так сказать, субъектом этого акта воскресения. Потому что Христос воскрес ведь как Бога-человек, он получил новое тело после воскресения, но при этом он остался и Богом, и человеком. И поэтому мы в Евангелии находим такие места, где Христос как Бога-человек, то есть одновременно являясь и Богом, и человеком, говорит об Отце как бы с позиции субординации, что Отец мой более меня есть, например, помню. Вот это, конечно, все таинственно, просто речь идет о том, что с точки зрения именно текста, вот эта форма страдательная, она более справедлива. И так дальше. Следовательно, отныне мы уже никого не можем мерить человеческими мерками. Если раньше мы и Христа мерили такими мерками, то больше этого не делает. Вот тоже очень интересный момент, братья и сестры, как Валентина Николаевна перевела определенное слово, перевела так, мерить человеческими мерками. И дальше мерили такими мерками. То есть для нас это понятно, человеческая мерка, то есть рассуждение человеческое, ограниченное, немощное. А если мы с вами посмотрим в оригинал и в то, как это звучит в финальном переводе, то речь идет о том, что рассудить по плоти, согласно плоти, по-гречески ката сарка. Саркс – это плоть, а ката – это согласно. Ну, Евангелие, допустим, от Матфея, ката Матфеон, да, то есть согласно Матфею, ката Маркон и так далее. Получается, что речь идет не о том, что жить в теле, в биологическом теле, в биологической оболочке, мы об этом не один раз уже говорили, а речь идет о том, что жить по-плоцки, то есть следуя своей ограниченной человеческой природе, следуя своим страстям, своему эго. Да, вот то, что тут как раз должно умереть в купеле крещения, если человек не делает так, что это умирает, да, то есть и уже живет в новой жизни для Христа, то он мыслит по плоти. Мыслить по плоти, рассуждать по плоти, жить по плоти, ката сарка – это значит жить эгоистически, жить потребительски, жить не зная Христа. Жить, глядя на этот мир, только лишь ограниченно, по-человечески. Да, помните, было рассуждение в том же самом послании Коринфяна во втором, что есть невидимое, которое вечно, а есть видимое, которое временно. Вот человек, рассуждающий и живущий по плоти, не видит той невидимой сути, которая стоит за миром видимых форм. И поэтому он живет по плоти, согласно плоти, он пытается в этом мире, да, каким-то образом все взять, все под себя, как говорится, загрести и тем быть счастлив. Вот. И как раз вот здесь это выражение мы видим по плоти, согласно плоти, переведено, как мерить человеческими, рассуждать по плоти, мерить человеческими мерками. Если раньше мы и о Христе судили по плоти, вы перевели, да, а здесь мы и Христа мерили такими, то есть человеческими мерками, то больше этого не делаем. То есть мы, опять же, понимаем внутреннюю логику переводчика, в данном случае Валентина Николаевна Кузнецова. Часто человек, читающий текст и видящий там слово плоть, все-таки в большей степени, относит это именно к телу, к биологии. Это совершенно неправильно, потому что мы знаем, что тело, оно не является чем-то греховным, оно нейтрально. Вот куда его человеческое сознание поведет? Чистый ум поведет его на благие дела. Нечистый ум поведет его на греховные дела. Жизнь по плоти, согласно плоти, согласно эгоистическим потребностям, ведет тело в грех. Жизнь во Христе ведет тело к преображению. Само тело здесь ни при чем, оно нейтрально. Поэтому здесь Валентина Николаевна, зная о том, как часто бывает это неправильное понимание, вообще убрала слово плоть и заменила его выражением человеческими мерками. Мерить человеческими мерками, рассуждать по-человечески еще можно было бы сказать. Именно для того, чтобы читающий человек, впервые читающий этот текст, дома, например, открывший, решил человек почитать, что же такое новое, что такое послание Павла. Чтобы он не впал вот в эту ошибку. Другое дело, что если читать, скажем, текст с комментариями, опять же, с подробными, о чем мы уже говорили, тогда мы можем открыть комментарий, прочитать, что такое плоть, разобраться, понять, что это вовсе не тело, что это эгоистические устремления человека. Но ведь это надо лишнее время потратить. Это нужно уже читать Библию с комментариями. А современный человек не всегда это время имеет. Он и до Библии-то не всегда добирается. А так он читает, и уже, в принципе, ему изначально понятно, что имеется в виду, благодаря вот такому переводу. Ну и дальше, кто соединен с Христом, тут новое творение, старое прошло. И вот настало новое. Это все от Бога, который через Христа примирил нас с собой, и дал нам задачу примирять других. Я имею в виду, что Бог через Христа примирил с собой весь мир, не вменяя им больше в вину их преступлений, поручил нам нести весть о примирении. Да, Христос примирил. Христос не вменяет вину. И нам, христианам, говорит о том, чтобы мы несли эту весть о примирении. Вот это действительно самое ядро того, что произошло с пришествием Христа. Примирение с Богом. И это примирение должно распространяться. Мы с Богом больше не во вражде. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из 2-го послания апостола Павла Коринфянам, 5-ю главу, с 15-го по 21-й стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я буду взяться в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин